О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Под Мариуполем погиб один украинский защитник, еще двух ранило. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. Российско-оккупационные войска по-прежнему игнорируют хлебное перемирие. За сутки открывали огонь 18 раз. На самые дерзкие провокации украинские армейцы отвечали плотным огнем. На Луганском рубеже боевики сосредоточились на Бахмутской трассе, на Донецком держат под прицелом промзону Авдеевки, а на Приазовье оживились под Докучаевском. В Новомихайловке, что вблизи Докучаевска, перед заходом солнца враг провел 20-минутный обстрел украинских позиций. При этом выпустил три мины и применял гранатометы. Параллельно в соседней Старогнадовке оккупанты обстреляли силы АТО из пулемета. На южном направлении местами боевых действий были Чермалык, Толоковка, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение и именно миномет боевики применили только в Широкино. Фантазия без доказательств. Так адвокат Николай Полозов назвал работу обвинения в деле Ахтема Чайгоза. На прениях в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма он отметил, из более чем тысячи фотографий крымский татарин есть только на 18-ти и никаких признаков противоправных действий на них нет. Также ни один из так называемых пострадавших не дал показаний против Чайгоза. Кроме того, Полозов заявил о пытках его подзащитного в ходе следствия. Напомню, прокурор потребовала 8 лет колонии для обвиняемого. Ахтема Чайгоза оккупационная власть арестовала в январе 2015 года. Он фигурирует в самом громком и длительном уголовном процессе на полуострове. Речь о 26 февраля 2014 года. Заместителя главы Межлиса судят за якобы организацию массовых беспорядков под зданием крымского парламента. Мы живем в таком правовом беспределе, что, скорее всего, результат предрешен. Дело в отношении Ахтема Чайгоза, конечно, абсолютно развалено. И если бы действительно существовал суд, и мы бы жили в правовом государстве, то, безусловно, Ахтем Чайгоз уже был бы на свободе достаточно длительное время назад. Но разваливается и второе дело благодаря нашему делу Ахтему Чайгозу, потому что обвинение сейчас переквалифицирует обвинение участникам массовых беспорядков, по всей видимости, на статьи, не связанные с массовыми беспорядками, а на конкретные локальные обстоятельства причинения теми или иными лицами, другим лицам побоев либо телесных повреждений. Тем временем российские полицейские задержали крымского татарина Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста к Верховному суду Симферополя. Требовал, чтобы оккупанты немедленно отпустили Ахтема Чайгоза. Видеозадержание пожилого человека выложил в фейсбук глава Центра избиркома Курултая Зайр Смедляев. У Караметова болезнь Паркинсона. Он двигается рывками, объясняет адвокат Эмиль Курбидинов. Однако российские оккупанты расценили это как неповиновение, добавил он, и попросил откликнуться всех свидетелей и выступить на суде. Вы совершаете? Отпустите его. Да пусть все меня есть. А что вы его забираете? А на чем вы его уставили? Вы его не обвиняли. Это насилие. А на чем вы его забираете? Присаживайтесь. 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 А на тебе, пожалуйста. Что вы мне так сказать, пожалуйста? Ребята, вы совершаете преступление. В приговорах тему Чайгозу вынесен не в оккупированном Крыму, а в Москве. Так глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров прокомментировал требования прокурора дать Чайгозу 8 лет. По словам Чубарова, Россия продолжает репрессии и вытесняет коренной народ, поэтому откладывает на потом возвращение аннексированного Крыма под контроль Украины недопустимо, считает Чубаров. И отвергает предложение заморозить этот вопрос. Проблемы полуострова и Донбасса должны стоять в одном ряду, подчеркивает глава Меджлиса. Надеется, Верховная Рада примет закон о коренных народах Украины уже в этом году. Четыре сотни погибших, большинство из которых мирные жители. Тысячи раненых, десятки тысяч искалеченных судей. Пятая часть территории суверенного государства оккупирована. Так для Грузии закончилась пятидневная война, которую развязала Россия 8 августа 2008 года. Реакция мировой общественности на военную агрессию Кремля против Грузии была недостаточно жесткой. По мнению многих экспертов, безнаказанность лишь разожгла аппетиты агрессора и следующей мишенью стала Украина. К полномасштабному вторжению в Грузии Кремль готовился несколько месяцев, утверждает очевидец августовских событий 2008-го Мамука Мамулашвили. Незадолго до них на территории непризнанной Южной Осетии были стянуты регулярные части российской армии несколько сотен так называемых добровольцев и казаков. В конце июля с их стороны начались провокации. Провоцировать начали так называемые мироторческие войска России, которые были расположены, у них было несколько баз в Цхенвальском регионе Грузии. И в принципе они начали провоцировать за несколько недель до того, как начались реальные столкновения. То есть к тому моменту, когда уже была провозглашена так называемая война, на границе с Грузией пересекли несколько тысяч единиц броневой техники. В основном артиллерийский огонь велся по аминам населения. В ночь на 8 августа после многочисленных обстрелов территории Грузии в Тбилиси приняли решение о восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта. Россия же в ответ объявила так называемую операцию по принуждению к миру и начала наносить авиаудары. 9 августа российская авиация бомбила Гори. Погибли десятки мирных жителей. Член оппозиционного движения в Петербурге Ольга Курносова вспоминает, как пропагандистское телевидение в России перекручивало видеофакты убийства гражданских. Я очень хорошо помню вот эти кадры, которые показывало российское телевидение, как бомбардировку Цхинвалия. А мои друзья мне писали, что это на самом деле обстрел Гори, который происходит российскими силами. Потом началось же, вот тогда был первый раунд вот этой великодержавной истерики, потому что началась чуть ли не поголовная высылка грузин из России. В конце августа Кремль признал независимость Южной Осетии и Абхазии. В свою очередь Грузия приняла резолюцию, где зафиксировала эти территории оккупированными, а Россию оккупантам с последующим разрывом дипломатических отношений. Я считаю, что для Кремля это была проба пера. Путин, он же все время сначала пробует, а потом смотрит, а есть реакция или ее нет. Причем эта тактика, она применяется везде, она применяется в международных отношениях, она применялась внутри страны. Когда что-то делается, если общество не реагирует, значит можно и дальше. Поэтому очень важно, условно, сразу давать по рукам и очерчивать те рамки, за которые выходить нельзя. Если бы ЕС и США заняли во время агрессии России против Грузии жесткую позицию, то не было бы и войны на Донбассе, и аннексии Крыма. Все попытки в цивилизованном мире вести захватническую войну должны пресекаться. Это хорошо должны понимать политики в Европе в первую очередь. Тем временем оккупированные регионы Украины и Грузии все больше погружаются в экономический упадок. Курорты Крыма и Абхазии пустуют, промышленность Донбасса и Южной Осетии разрушена. Попав в зависимость от дотационной иглы России, они стали разменной монетой политической игре, которую Кремль пытается навязать миру. Оксана Прыжко, Дмитрий Гришко, UATV. Украина провела перспективные реформы по борьбе с коррупцией. Теперь нужно достичь весомых результатов. К такому выводу пришли эксперты группы государств против коррупции Совета Европы, сокращенно Грека. Организация опубликовала свой отчет, согласно которому положительно оценила политику открытости Верховной Рады Украины, но призвала приложить усилия, чтобы улучшить прозрачность в процессе законотворчества. Также группа считает необходимым ввести дополнительные гарантии для независимости судей и прокуроров, чтобы избежать влияния на их повседневную работу. В следующем отчете, которое будет подготовлено в 2019 году, Грека оценит, выполнила ли Украина ее рекомендации. В Киеве запустили ID-карту туриста «Киевпас». С ее помощью можно спланировать отдых в столице, экскурсии, музеи, зоопарк, художественные галереи и система скидок в различных магазинах и ресторанах. Специальная программа сама создаст маршрут. Опираясь на предпочтения пользователя, карту можно приобрести как в онлайн, так и в оффлайн-версии. Последнюю пока дорабатывают, правда. Стоимость суточного использования «Киевпас» – 15 евро. По словам организаторов, цель карты – популяризация туробъектов в Киеве. Мы взяли почти все туристически привлекательные места, которые могут быть интересными для туриста. Если мы говорим об экскурсиях, то у нас входит поездка на красном двухэтажном автобусе без крыши и пешая экскурсия от Майдана незалежности. Кроме того, различные музеи. Их список в дальнейшем будет только увеличиваться. Больше информации на сайте Украинформа. Оставайтесь с ЮИТВ. Больше мы расскажем в следующем выпуске новостей уже через два часа.